В студии Кирилл Политов. Здравствуйте! В ближайшие 10 минут я и мои коллеги расскажем о некоторых событиях дня. Смотрите в этом выпуске. Цены вверх. Почему проезд в Рубцовске вновь подорожал? Охота на браконьеров. В весенний период там идет рыба на нерест в огромных количествах. И вот здесь, в этом укромном местечке, так называемый мы видим браконьерский станд. На какие ухищрения идут нарушители ради ценной добычи? Играть в музеи разрешается. Там много увлекательного. Можно порисовать поиском, посмотреть какие-то исторические документы. Как школьники края по-новому познают мир вокруг себя. Итак, в троллейбусах Рубцовска с 1 июля повысится стоимость проезда. Распоряжение появилось на сайте мэрии города. Билет будет стоить 20 рублей. Повысилась цена и проездного на месяц. Для учащихся он будет стоить 350 рублей, для студентов 700, для граждан 900, для организаций 1200. Чиновники пояснили, что необходимость повысить цены на билеты вызвана непростой финансовой экономической ситуацией троллейбусного предприятия. Напомним, что с 1 мая 2019 года в Рубцовске увеличилась и стоимость проезда в нескольких автобусных маршрутах. Вот почему даже высокие штрафы не пугают любителей ловли краснокнижных рыб, пытался выяснить мой коллега Илья Кочетков. Он отправился в рейд вместе с сотрудниками полиции. Кстати, приведем лишь несколько цифр. Почти 40 случаев браконьерства в акватории Аби правоохранители зарегистрировали с начала этого года. Это больше, чем за тот же период прошлого. Для большинства барнаульцев заводи и протоки Аби – это настоящая терра инкогнито. Чтобы знать все закоулки этого водного лабиринта, надо быть или бывалым рыбаком, или сотрудником линейного пункта полиции. Капитан Руслан Карабань говорит, эти воды – лакомый кусочек для рыбаков, особенно для охотников за редкими породами. Урпина у нас богата, в принципе, рыбы. У нас непосредственно здесь, так сказать, обитает осетровый вид и пород рыб, так как стерлить, а также сибирский осетр, который занесен в Красную книгу Российской Федерации, по которому предусмотрена отдельная статья в Уголовном кодексе 258-я, прим. 1. То есть непосредственно данную рыбу от сибирского осетра нельзя не то, что ловить, например, на сети, его в принципе ловить нельзя. Вот он, результат браконьерства – сибирский осетр, запутавшийся в сетях. Этому повезло, а вот нарушителям, поставившим сети, нет, их оштрафовали на 160 с лишним тысяч рублей. За последние годы штрафы вообще выросли в 10 раз, но охота больше не воли. Мы пристаем к берегу в одной из проток, идем вглубь зарослей. Вот, пожалуйста. Итак, мы сейчас на границе Октябрьского района города Барнаула и Первомайского района Алтайского края. Вот там так называемая Балдинская протока. В весенний период там идет рыба на нерест в огромных количествах. И вот здесь, в этом укромном местечке, так называемый мы видим браконьерский стан. Причем он здесь существует уже далеко не первый год. Вот, остряки, даже улицу себе написали Балдинская, номер 2, номер 1, вон там чуть подальше, кстати. Идем дальше. Впереди Венеция. Условное обозначение целого потайного рыбачьего поселка. Не меньше десятка свайных домиков. А чем рыбачьи? Спиннингами, закидушками, завозухами. Обозначение целого. Сетенькие были, все позабрали. Вот говорят тихомирно, просто выходные тут проводят, ничего не нарушают. Ну вот для этой цели, поэтому мы выезжаем, как я ранее говорил, по ночам. Заранее где-то располагаемся на противоположных берегах с видеокамерами. И чтобы уже человеку что-то можно было доказать и предъявить, соответственно, проводим видеосъемку. По словам правоохранителей, случаев, когда браконьеры сопротивлялись или, не дай бог, нападали на полицейских, не было. А вот между собой они, бывают, конфликтуют. Недавно даже перестрелку устроили, делили угодья. Так что патрулирование засады – это для сотрудников рутина. Благо, в последние 2-3 года, по их словам, появилась скоростная техника и новое снаряжение. Браконьеров, может, меньше и не стало, а вот попадаться на удочку полиции они стали гораздо чаще. Илья Кочетков, Алексей Фризин. День с толком. Продолжим. Неделя остается до одного из самых главных культурных событий края – рождественских чтений. В этом году почетными гостями фестиваля станут заслуженные артисты России Евгений Дятлов и Алена Сверидова. 20 июня в Косихе стартует межрегиональный фестиваль молодых литераторов с традиционными конкурсными номинациями «Проза и поэзия». 21 июня в Государственном музее «История, литературы, искусства и культуры Алтая» – это уже в Барнауле – презентует сборник стихов рождественского и книгу лауреата его премии. Виктора Кирюшина. В прошлом году московский поэт и журналист признался, что гордится такой престижной наградой и понимает, что такую славу, как у Рождественского, сегодня вряд ли возможно найти. Наверное, поэзия уже не будет собирать стадион, а может быть этого и не нужно, потому что это дело такое почти интимное, индивидуальное. Я вот сам, если мне попадается книга хорошего поэта, я знаете, больше трех стихотворений в день не могу прочитать, потому что прочитал, что-то должно в душе остаться. Также 21 июня, запоминайте, правда, уже вечером перед Краевым театром драмы выступят Евгений Дятлов, Алена Сверидова и вокальный ансамбль Павла Шаромова из Новосибирска. На следующий день, 22 числа, все участники фестиваля встретятся в Косихе, в ставшем уже популярном «Яру любви». В программе «Дегустация народных блюд», «Ремесленная мастерская», «Спортивные состязания» и «Большой концерт на берегу реки». Но формат знакомства с музеем для маленьких посетителей придумали в Краеведческом. Теперь здесь есть игровая комната «Мир вокруг тебя». Школьники и ребята помладше могут не только поиграть, но и узнать много интересного. Выпускница начальной школы Ирина Бутарина интересуется историей Алтайского края и археологическими раскопками. Со сверстниками она приехала в музей из поселка Сибирский. Попав в игровую комнату, ребятня сразу разделилась на два лагеря. Мальчишки пошли крутить шарниры, девчонки рисовать на песке. Там много увлекательного, можно порисовать песком, посмотреть какие-то исторические факты. Я рисовала девочку и просто так узоры. Игровая комната в Краеведческом музее, первая в Алтайском крае, из краевого бюджета выделили 85 тысяч рублей. Пока посещение для детей бесплатное. Главная задача комнаты, по мнению сотрудников музея, сделать посещение интересным и познавательным. Дети здесь могут узнать в легкой игровой форме, как рисовать песком или когда на Алтае появился первый ткацкий станок. Ну а это ткацкий станок. С помощью таких станков больше ста лет назад наши прабабушки, прапрадедушки ткали полотно, а уже из полотна изготавливали себе одежду. Для детей проводятся развивающие мастер-классы. Главный секрет занятий – экспонаты можно потрогать. Рассчитан на комнаты и на детей с ограниченными возможностями здоровья. Для этого игровое пространство оснастили тактильными панелями и методическими пособиями. Первыми, кому удалось посетить эту комнату, стали дети из Алтайской общеобразовательной школы номер два для детей с нарушениями зрения. Они с удовольствием испытали стол для песка, различное тактильное оборудование. Вера Петровна, детский психолог со стажем, включила посещение музея в обязательную программу воспитания детей. Считает, что если не получается вызвать интерес к учебе традиционными методами, необходимо попробовать сделать это в игровой форме. На лето мы приглашаем детей на филологический лагерь, детей начальных классов. Тех деток, которые почему-то не заинтересованы в русском языке и литературе, не любят читать, не любят писать. Поэтому в этом лагере мы с ними проводим игровые уроки. Кстати, платить за посещение игровой комнаты не придется. Чтобы поиграть в музей, нужно лишь записаться по телефону. Комната работает в том же режиме, что и само учреждение культуры. Валентина Аскирова, Антон Васильев, Александр Антропов. День с толком. Семейный парк развлечений «Орликино» и редакция «Толка» запускают новый розыгрыш. Победитель получит подарочный сертификат на 1000 рублей от парка «Орликино». Прогодиться можно будет на любых аттракционах. Сертификат действует в течение всего сезона. Розыгрыш проводится с 13 июня по 19 июня 2019 года. Условия просты. Вступай в группу «Толка» ВКонтакте, сделай репост записи о розыгрыше себе на страничку и закрепи на стене до окончания конкурса. Или еще один вариант. Подписывайся на наш инстаграм и отмечай двух друзей. В комментариях их количество не ограничено. Генератор случайных чисел определит по одному победителю от каждой соцсети. Итоги подведем 20 июня. Шторм прогноз передает синоптики на ближайшие три дня. Сегодня на всей территории края дожди, в отдельных районах град и сильный ветер до 20 метров в секунду. Температура воздуха прогреется до 24-29 градусов. В субботу и в воскресенье непогода сохранится, ну да, вот как всегда на выходных. Через пару минут еще раз о погоде на сегодня. Ну а пока еще немного полезной информации. Банковских карт в стране уже почти вдвое больше, чем жителей. Это значит, у каждого из нас есть как минимум одна, с помощью которой мы совершаем покупки, оплачиваем проезд в транспорте или просто снимаем наличные. Чем так привлекательны карты? Попробуем выяснить. Когда клиенту требуется крупная сумма, его может выручить кредит под залог. Максимальная сумма по нему 30 миллионов рублей. Поставка начинается от 9,9% годовых. Залогом может выступать недвижимость или автомобиль в собственности заемщика. При этом не придется расставаться с родными стенами ради новой машины или дачного домика. Залог остается в собственности клиента на весь срок пользования кредитом. Регистрация залога в Росреестре проходит дистанционно и занимает всего несколько дней. Если вашим планам не хватает финансовой поддержки, то обратиться за ней можно в офис Банка Восточный. И ресурс для этого есть почти у каждого. Это ваша собственная квартира. Сразу после нашего выпуска прогноз погоды, спонсор прогноза погоды, компания Валар. У меня к этому часу все новости. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова